Вот этот вопрос много раз повторяешь, и ответа на него нет. Вот я там слушала то, что Ора Прякова, как она обращалась с Филиппом, мы знаем почему, да. Я читаю иногда, я, кстати, у меня все ленты стали там, в десят, это самое, там вообще там осталось буквально по 10 человек, потому что не хочу даже видеть намеки ни на каких там русских блогеров, ни на что, ну просто невозможно. Но, скажу честно, до сегодняшнего дня у меня оставалась Собчак, я ее тоже убрала, потому что я прочитала, как она там лицемерно биткается, что ну вот как же так, простые россияне должны на себе санкции ощущать. То есть у человека даже нет, ну, миллиграмма эмпатии, что сейчас в это время кто-то умирает во Львове под бомбами, в это время возят трупы из Гастомеля, из Бучи, детей. У тебя же тоже есть ребенок, тварь-то этакая, просто уже сил нет, да. Вот. А она говорит, ну зачем же простых россиян обижать? Откуда в этих людях такое полное отсутствие человеческого? Они же вроде бы как бы жили вместе со всеми на планете там, не знаю, какие-то блоги записывали, делали вид, что они там, не знаю, думают о будущем человечества. Книжки какие-то читают умные. В случае с Собчак, это феномен, но она в принципе феномен. Она очень умна, невероятно умна, невероятно быстромозглый человек. У меня с ней колоссальное количество общих знакомых, колоссальное количество людей, выдающихся, которые были нашими общими друзьями. И все эти люди всегда, как сказать, рассуждая о ее феномене вот этом умении, да, преподносить любую информацию, раскручивать людей и в принципе оправдывать ее, такое немножко навязчивое всегда напоминание, напоминание нам всем, что она журналистка. Вы наверняка часто смотрели ее интервью, то есть это единственный человек из всех наших коллег, который за любое свое интервью 50 раз умудрялся напомнить нам всем, что я же журналист, я журналист. Вдруг вы забыли, я журналист. Но даже это ты ей прощал, потому что она все время... И вот сейчас ты понимаешь, что это все был крутейший, вложенный в невероятнейшую крутую команду, то, что с ней работали люди абсолютно высшего профессионального класса. Вот этот вот все, вот этот камуфляж был для того, чтобы прикрыть ее невероятнейшую жажду денег. Вот эти все люди, вышеупомянутые мною, наши общие друзья, они всегда об этом говорили. Она очень любит деньги. Все, как бы иголка в яйце ее, где находится ее уязвимое место, это не дети, не семья. Это деньги. Она жадная до денег. Она очень любит люкс, она очень любит роскошь, она это не скрывает. Она очень не любит за это все платить, поэтому бесконечные бартеры, бесконечная реклама всего. То есть это человек, у которого есть уязвимое место, бабло. И в случае с ней, и с Филиппом, который молчал, я думаю, что это сработало оно, деньги. У Филиппа не продается ни один концерт, мне это хорошо известно, который он зател к своему 55-летию. Ксения теряет колоссальные миллионы свои и теряет все, сидя там, где она сидит, записывая никому не нужные нейтральные сюжетики. То есть вложено вроде бы столько всего, чтобы заполучить место самой объективной, условно, журналистки в России, которая напрямую могла говорить «Путин зло». Но ради чего это? Чтобы в одночасье так переобуться? Первые три дня, по-моему, ее канал транслировал очень объективные новости. Но потом, ну, блядь, ну, привлеки уже всех этих своих мозговитых людей, которые на тебя работают, журналистов. Подумайте, как переобуться, ну, хотя бы не так резко. Но нет. Нейтралитет, бедные, несчастные, россияне все страдают. Но это какая-то такая высшая глупость, что у меня... Паника банкротства. Или, может, все бросили ее. И вот это она начала выходить на поверхность ее суть. Но камуфлировалось все очень круто. Я прям все отсматривала, мне было интересно, уважала. Она для меня, как журналист, росла в моих глазах. Субтитры сделал DimaTorzok